Ну, если часть средств от сборов билетов, там слово новое, идет на помощь Украине. Ну, вы знаете, я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрало 12 миллионов, худо-бедно, которое тоже пошло на помощь Украине. То есть это ваша позиция? Украине нужна помощь? Ну, смотрите, Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину. Одно государство в центре Европы напало на другое. Добрый день, друзья. Итак, иностранный ген Борисович Гременчаков не считает нужным скрывать то, что он помогает украинцам. Вообще, в нынешней ситуации помогать киевскому режиму может либо какой-то просто конченый, отмороженный русофоб, либо идиот. Потому что, собственно, весь дискурс украинский строится на том, что они, есть какие-то там особые украинцы, которые исключительная нация, Украина понад все, то есть как дольше он убирались в гитлеровской Германии. А еще есть нация, которую необходимо уничтожать. Уничтожать язык этой нации и, собственно, представители этого этноса. То есть, ну, допустим, у Гитлера это были евреи, у украинцев это русские. Ну, фактически, на самом деле, речь идет о половине, как минимум, населения самой Украины. И вот в этой ситуации, когда вот это не скрывается, когда там эти, носятся эсэсовские шевроны, поддерживать их, ну, я не знаю, вот все эти разговоры, вот, повторюсь про то, что вот как вот Гременчаков, будучи евреем, там, может поддерживать нацистов, там, и возражает. А вот Зеленский, он еврей. Никакие они не евреи, ни тот, ни другой. Потому что есть там иудеи такие, идейно, есть просто прагматики, они могут быть представителями любой национальности. Русофобы могут быть тоже представителями любой национальности и при этом говорить на русском. Молдаванка София Ротару или грузин Вахтанки Кабидзе. Без разницы. Национальность здесь не имеет значения. Имеет значение позиция. Я к чему это? В понедельник 70 лет стукнет Борис Борисович Гременчакову. Как известно, с возрастом приходит мудрость, а иногда старость приходит одна. Это как раз случай Бориса Борисовича Гременчакова, которому, иностранному агенту Гременчакову, я очень признателен за ту радость, которой дарили мне песни «Аквариум». И дарит сейчас. Я часто цитирую его. И огромное-огромное спасибо Борису Борисовичу за то, что он эти песни написал и подарил. Дело в том, что талант не облагораживает своего носителя. Это тезис Марины Лиско. И здесь, в общем, сложно что-либо возразить. То есть, то, что Борис Борисович Гременчаков иностранный агент для людей моего поколения являлся там, ну, или гуру, или там, не знаю, выбирайте какой угодно термин, это факт. И я против культуры отмены, я против того, чтобы там запрещать песни, снимать с ротации песни «Аквариума» или «Машины времени», или там иностранного агента «Зефира». Если людям заходит, навязывать не надо, но если есть желающие слушать, ради бога, я против, потому что это вообще первый признак украинизации. То есть, если мы пойдем вот по этому пути, по пути вот этих отмен, мы очень быстро превратимся в этот ужас, в Украину, где тоже сперва запрещали тех или иных исполнителей, и потом стали убивать журналистов, стали убивать мыслителей, стали убивать вообще людей недовольных, и теперь речь идет о пути утилизации всех русскоязычных. Вот это, мне кажется, не наш путь. То есть, я повторю, я против культуры отмены и против раздачи вот этих вот всяких званий иностранного агента. Борис Борисович Кремичков, конечно, мне хочется думать, что он не подлец, ну, потому что это было предательством собственной молодости, мне сделать такой вот. Я все-таки останусь при мне, что он просто безнадежно глуп. В свое время другой иностранный агент, Александр Глебович Невзоров, жилая патролить Филиппа Бедросовича Киркорова, выступил с таким тезисом, что все поющие люди, которые поют, они развивают вот какие-то резонансные лакуны, или что-то такое в коре головного мозга, в общем, становятся кретинами, просто идиотами. Это, конечно, полная выдумка, но из песни слова не выкинешь. За творчество, за сочинение песен и за какие-то философские лисии притопы отвечают разные участки мозга. Поэтому не стал бы я ждать от музыкантов каких-либо откровений, такого рода открытия, осмыслений. Ну, пусть хотя бы, я не знаю, книжки они какие-то читали, или, не знаю, доходчивые фильмы смотрели. Всегда вот рекомендую смотреть сериал документальный, краткое пособие по тому, как устроен мир. И все вот разъяснено именно для таких вот музыкантов, в том числе, и молодежи. Потому что они, в общем, недаром молодежь придется от музыки. Поэтому первый британский премьер-министр еврейского происходения Бенджамин Израэль сказал, что если ты в 16 лет не либерал, у тебя нет сердца, если ты к 60 не стал консерватором, у тебя нет головы. Большинство эту фразу произносят и цитируют по-другому, и приписывают это Уинстону Черчиллю, который жил там на 100 лет позже, чем в Израэле. Но не суть. Важно, что действительно с возрастом человек обретает какой-то багаж, какой-то опыт, и начинает что-то осмысливать, и начинает меняться. И мир меняется, кстати, и мир взрослеет, и люди меняются. А вот это желание не прогибаться под изменчивые миры, оно такое подростковое очень. Но вот если бы эта песня «Машины времени» была сочинена лет на 20 раньше, она бы, наверное, мне зашла бы и понравилась. Ну, я тоже был вот таким вот либералом, революционером. Мне казалось, что пусть мир прогнет под меня. Как раз более радикально был настроен, чем тот же Борис Борисович Гремечков. Я вообще в комсомол не вступил. И вот, по-моему, исключили потом. Меня из пионеров исключили. Ну, песни совсем не обо мне, а о нем. О Гремечкове. Я хочу оставаться при мысли, что он просто глуп. Потому что, ну, другого вообще я не вижу никакого объяснения. Я в 87-м году, кстати, когда перешел из газеты «Московский комсомолец», которая была органом МГК, МК, был КСМ, журнал «Смена», который был органом Центрального комитета комсомола, с трудом, с помощью каких-то там ухищрений опубликовал целую полосу очерк про аквариум. Это интернет тогда не было, но говорили, что это первая публикация, первый рассказ об аквариуме в партийной прессе, то есть в официальной прессе, потому что, естественно, очень много писали в сами издате, в подпольных изданиях, которые, кстати, по качеству превосходили официоз, если мы берем музыкальные рецензии и очерки. Вот я сейчас взял, нашел там этот ПД в сети, журналсмены прочитал и, в общем, тяжело вздохнул. Вот я, наверное, оставлю цитаты и текст в публикации, в текстовой, а закончить вот свои рассуждалки про 70-летие Бориса Борисовича Гребенчукова хотел бы обращением цитаты из его песни. Это отрывочек из документалки «Рок», который в свое время был поставлен в эфир программы «Взгляд», называется она «Козлы». Я в том смысле, что мои слова не слишком злые в отношении Бориса Борисовича Гребенчукова, в отношении вот этой вот страты рок-музыкантов, которые считают, что их Россия предала, а Россия считает, что они национал-предатели. Здесь все упирается в терминологию, что называть Россией и что называть предательством. И повторю то, с чего начал. Я по-прежнему очень благодарен Гребенчукову за то, что он делал тогда, 40 лет назад. Что не меняет моего нынешнего к нему отношения, конечно. Мои слова не слишком добрые, но и не слишком злые. Мне просто печатно, что мы могли бы быть злыми.